привет youtube приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала меня зовут валда и вы смотрите щечной подкаст по прошествии очередного месяца существования канала epic type на ютюбе и нашей с вами жизни в целом как всегда к подкасту не готовился пишу как всегда после работы упоротый уставший в общем ничего не меняется тоже такая старая добрая традиция вот на эту фразу нужно было сказать вначале что вы просто понимали что я что-то забуду что-то вдруг не скажу вам либо будут нести какую-то полную ахинею чтобы собственно не пинали меня и не относились ко мне строго потому что записываю подкаст совершенно спонтанно после работы вот что хочется сказать собственно месяц был довольно таки интересный мы с вами прошли две игры это ассасинская синдикат и ведьмак 3 дикая охота обе игры нас мне очень понравились ведьмак 3 конечно на нем много чего говорил и во время прохождения во многих сериях эту игру нахваливал и после прохождения тоже в финальной серии но и собственно игра просто шикарная то есть вы все это прекрасно знаете и вам всем она тоже очень нравилась мы к этой игре вернемся еще не раз нас ждут два больших дополнения сейчас я думаю что на рендельку или две мы от нее передохнем то есть чуть немножко уделим времени другим проектом на канале а потом собственно как только заново появится интерес у меня и у вас мы обязательно продолжим это я вам гарантирую что же касается синдикат то же самое на сами то есть тоже там еще осталось чем заниматься там еще есть несколько незахваченных районов мне об этом уже писали в группе вконтакте на стене что типа захватив все районы да помимо этого там тоже есть чем заниматься то есть там и различные дополнительные миссии открылись после прохождения основной сиротной линии в общем я думаю что мы с вами их пройдем по поводу дополнения который называется джек потрошитель на самом деле не обещаю посмотрим может быть пройдем тоже но в общем так или иначе к обоим этим играм мы еще будем возвращаться на канале это точно но не обожаешь время а может быть недели через дверь через неделю ну что же касается старых проектов то начали проходить rise of tomb raider на xbox one прохождение получается довольно интересным игра в принципе прикольная мне очень нравится то есть блин и вроде как и сурет довольно таки такой закрученный неплохой и графика очень даже на высоком уровне да и в принципе как бы озвучка хороша то есть в целом игра настраивает положительные эмоции я с удовольствием ее играю надеюсь что тоже с удовольствием смотрите ну и конечно же fallout 4 куда же без него то есть проходим плотно проходим долго потихонечку не торопясь внимательно изучая каждый второстепенный квест каждую локацию я думаю что мы еще только на самом начале пути несмотря на что уже снято 56 серий на моментах это подкаста да и я думаю что только самое самое начало может быть одну треть прошли потому что там еще и есть чем заниматься помимо основной суретной линии там куча куча возможностей второстепенных и мы обязательно с вами все это посмотрим все это изучим и все с вами вместе пройдем вот так же возобновили after math с асгардом как видите вот буквально вчера вышла новая серия вот собственно ну что хочется сказать по этой игре в принципе немножко уже поднадоело честно говоря то есть там ничего особо нового уже невозможно придумать как-то бегать по одним и тем же локациям не знаю то есть я не обещаю что будет по ней много серий вот пока что мы сняли три за один присест да и как-то не знаю вернемся мы к ней не вернемся но может быть до 30 надо снимем до конца потом может быть наверное сделаем паузу с этой игрой потому что ну просто как-то не знаю разработчики обещали там кардинальным образом поменять карту еще до нового года но в итоге уже заканчивается январь а карта все еще старая то есть как-то ну фиг его знает тоже разработчикам верить в наше время нельзя вообще абсолютно то есть обещают кучу всего выполняет но чуть ли не поздно 20 того что обещали вот на фтормах как видите тоже оказался не исключением но тем не менее вас ждет один новый кооперативный проект ужас это по нему несколько серий до момента они проходят финальную подготовку перед тем как будут на канал то есть продумывание интро автора музыки там и так далее картинок описание под видео и прочего прочего в общем ждите то есть будет новое кооперативное прохождение на канале что за игра и с кем прохождение не скажу естественно пускай это будет секрете но в прошлом месяце обещал новый кооператив вот на собственно я уснял новую жизнь могу только наверно получается в следующем тем не менее кооператив будет новый также по поводу одиночных игр на есть множество планов естественно но все по порядку сначала что недопройдем из того что у нас текущая на канале потом примемся наверное за новое чтобы не распаляться сразу на кучу кучу проектов в любом случае ожидайте игр великое множество еще запланированный разных платформах разных жанров разных годов выпуска и новинки и просто хорошие старенькие игрушки в общем посмотреть будет что это обязательно вот что же касается цифр канала то в этом месяце мы преодолели отметку 43 тысячи подписчиков и продолжаем расти вверх то есть по на момент записи подкаста на канале 43 тысячи 42 подписчика по поводу просмотров 6 миллионов 129 тысяч 109 просмотров то есть цифры на самом деле реально большие мы стремимся к 50 тысячам подписчиков мы стремимся 10 миллионов просмотров медленно но верно идем вперед и за это тоже хочется благодарить то что несмотря на все вы по-прежнему подписывайтесь на канал прежнему комментируйте видео прежнему рассказывать про канал друзьям ставите лайки пишите мне бесконечные сообщения вконтакте на ютюбе и как-то мотивируйте двигаться дальше заниматься любимым делом на протяжении уже трех с половиной лет получается да для вас то есть выкладывать новые ролики снимать новые игры это на сами довольно круто на вот но в принципе больше сказать особо нечего то есть месяц был такой тяжело стабильность скажем так то есть по-прежнему про обладатели вставляют палки в колеса по-прежнему блокирует музыку и видео содержимое там от канами приехала много-много за жалоб на гастовывание лордсов shadow на resident evil 6 и так далее там подобное на кита 5 полетала дофига совпадений в общем по прежнему блин ночью на пролет борюсь с про обладателями какие-то жалобы удается спаривать какие-то жалобы приходится старать на канале висеть потому что аудиодорожку из них не удалить потому что youtube это просто кусок забагованного ну не хочется ругаться чего общем подумайте сами но это просто какая-то жесть то есть на ютюбе реально в последнее время стало очень-очень много багов когда ты удаляешь композицию с русским правом она удаляется через раз то есть один раз удалилась второй раз она просто напросто не удаляется когда заливаешь новое видео и ставишь на него значок значок ставится в среднем я считал с 13 15 раза то есть 15 раз нажимаешь повторить попытку и потом все-таки значок ставится то есть каждый раз заливаешь видео 2 2 видеоролика в день получается да мне нужно кликнуть мышкой дополнительно 30 раз чтобы поставить два значка на видео это конечно просто жесть комментарии по-прежнему странице обновляется этот баг видимо youtube решил оставить нам навсегда но и тогда это подобное то есть куча различных всяких таких технических огрехов на таком гигантском сайте на первом видео хостинге в мире и на если не ошибаюсь третьим поисковике в мире то есть блин как-то стыдно google стыдно поэтому постоянно что-то изменяет постоянно какие-то допиливают функции никому не нужны типа там подсказок места аннотации или там обновленный дизайн менеджера видео и так далее и тому подобное или какие-то там допиливания в youtube analytics то есть статистики каналов все это конечно здорово сначала бы старые баги исправили которые в некотором уже по полгода эту и погоду а потом уже что-то новое принимались но впрочем об этом уже много было сказано в прошлых подкастах поэтому я думаю что не будем на этом застрять внимание на этот раз но и в принципе переходим потихонечку к вашим вопросам на этот раз их не так много накопилось поэтому быстренько на этих отвечу и подкаст может быть получится наконец-то покороче потому что всеми я говорю что будет покороче итоге получается длинной итак первая просто от макса смита привет вадим будешь ли ты приходить олдскульные игры удачи в новом году спасибо большое тебе тоже дачу новом году по поводу скульных игр да есть на помете парочку прохождений парочку игрушек которые хочу пройти одна из них вышла в девяносто пятом году помощь не ошибаюсь старая вроде даже в году девяностом но просто тут надо понимать то что вот эти олдскульные игры они не дружат с новой индой то есть десятка не запускается крайне плохо и работают крайне нестабильно бывает вылетают бывает зависают бывает включить звуки бывает не дружность программа для записи видео то есть ну есть технические какие-то такие моменты которые нужно решить прежде чем принять запись такой вот игры то есть как бы с новинками все понятно она вышла она оптимизирована под новое железо под новой операционной системы не работает как часы а вот такие старенькие игрушки которые работали своими под доз скажем далее под какие-то там платформы типа sega dendy их довольно проблематично запускать на компьютере с каждым годом все новее и новее железо все новее и новее операционные системы и прочее прочее доведет авератом например или там ява и все сложнее и сложнее становится эти игры эмулировать поэтому если получится и будет время и желание то с удовольствием сниму а так ближайшее время не обещаю потому что много других планов следующий вопрос от андрея ходасова если неправильно ставлю ударение уж меня просто простите привет вадим попробую поиграть в танки онлайн вот ссылка спасибо большую засылку танки онлайн как не без меня я неоднократно говорил что я не танкист я не люблю онлайн игры в принципе да такие как war thunder там warframe или танки онлайн или dota поэтому всего этого на моем канале не будет точно никогда поэтому я думаю что много различных видео по этим играм есть на других каналах поэтому милости прошу на просторе ютюба у меня атмосферные и кооперативные и одиночные прохождения большого пор делается на канале нежели на какие-то онлайн проекта поэтому спасибо но нет а следующий вопрос влада ильенко привет а будешь ли ты проходить just coast 3 честно говоря не знаю с одной стороны хотелось бы то есть в планах она начала была но потом посмотрел в одного летсплейщика по ней парочку серий прохождения и понял что игра в принципе однообразная то есть там миссии потом начинают повторяться практически одно и то же чуть ли не слово в слово и брифинг и сами задания то есть пойди на базу уничтожь там всех врагов приди обратно то есть ну не знаю 2016 год блин как-то уже берите пример следом ака допустим там каждый квест даже второстепенно это целая отдельно увлекательная история блин там вот реально круто в разработчики ну блин не халтурьте пускайте игры качественно нехорошие к тому же принят с нынешними курсами валюты с нынешними ценами на игры блин ну просто не знаю стыдно такую за такую гигантскую цену пускать такую игру то есть не знаю страны играть конечно хочется но с другой стороны после души джаба платить за эти деньги за которые не опустят разработчики то что получить в итоге какой-то такой средний продукт потому что принципе да весело да прикольно но устаревшая оптимально устаревшая графика адекватно да вот можно сказать так реально сильно устаревшая и при этом однообразные второстепенные миссии да и даже сюжетные миссии тоже там не особо-то отличаются поэтому пока в сомнениях блуждаю не знаю стоит ли проходить или не стоит пишите свое мнение в комментариях что по этому поводу думаете как бы ждете вы эту игру на канале или не ждете может быть вместе что-нибудь придумаем вместе решим дальше пишет дерзкий малый это вадим мы всегда угорая на него ником вконтакте привет вадим первое любишь ли ты бои без правил второе хотел ли бы ты стать профессиональным бойцом попасть в ufc например интересный вопрос бои без правил люблю но больше нравится рестлинг я понимаю что это шоу что это постановочные бои да и по сути это не спорт в отличие от юфи например да но тем не менее рестлинг мне нравится гораздо больше и я в свое время очень увлекался и до сих пор помню многих и многих бойцов даже не самых может быть известных но вот в те годы когда я смотрел рестлинг они участвовали в нем и как-то все-таки в памяти моей остались и их приемы и бои и их прозвища и имена и так далее то есть принципе рестлингами увлекалась довольно сильно по поводу и все нравится но меньше чем рестлинг то есть посмотреть могу но специально там за матчами не слежу и там вы так более глубоко не увлекаясь просто из отсутствия свободного времени наверное да и в принципе как то потому что нравится опять таки то есть меньше чем рестлинг по поводу хотел бы стать профессиональным бойцом и попасть в ufc я думаю что нет в принципе мне просто поздно уже этим заниматься то есть заниматься за думаю что с подросткового возраста до готовить себя к чему такому поэтому наверное нет а так как там говорится о спорте ты мир если не ошибаюсь то есть принципе спорт это очень хорошо и я всегда за любые виды спорта это гораздо лучше чем сидеть дома за компьютером например а вот дальше пишет опять таки и влад ильенко но в принципе опрос у него был один поэтому 2 просто пропущу так и быть вообще напомню что два опроса на подкаст и не больше старайтесь потому что вопросов иногда бывает довольно таки много и уделить времени все хочется всем на в это время просто получается воруете но там тем не менее будет ли продолжение бладборн спрашивает он я по этому поводу же говорил в прошлом подкасте скорее всего нет то есть пока что мы поставили жирную точку и возвращаться к этой игре меня совершенно не тянет да и нет свободного времени на нее то есть куча других проектов на носу как текущих так и будущих и поэтому бладборн наверное вряд ли не знаю честно говоря я просто тупо до сих пор так и не понимаю куда там идти то есть я все локации сбегал и куда там дальше двигаться позже только где там следующий босс будет да и какая следующая локация я честно говоря понятия не имею то есть адекватные подсказки мне так никто не дал скидывал один человек мне видео вконтакте но там получасовое видео другого какого-то из плеера и я честно говоря просто не стала смотреть потому что ну искать именно момент где остановился я чтобы понять куда мне идти дальше в чужом ролике получасовым довольно трудно и просто в итоге мне не хватило терпения и времени я не стал смотреть этот ролик поэтому бладборн пока такой долгой длительной паузе может быть даже на стопе то есть не знаю для себя пока окончательно не решил но в ближайшее время точно его не ждите дальше пишет влад холоденко в алдай прит расскажи какой тебе снился сон самый худший и самый лучший в жизни если не помнишь раскрыт какой сон снился недавно да честно говоря не люблю рассказать про сны не то что даже не помню наверное может быть и помню самый худший самый лучше но все-таки это лично я считаю поэтому рассказать про это не хочется да и как то не знаю это как то ну просто не хочется короче нет желания вот по поводу что мне снилось недавно не Я не знаю, последнее мне снится работа, потому что ее очень много в моей жизни, потому что она очень напряжная, отнимает кучу времени, сил и нервов, поэтому зачастую, если мне что-то снится, то снится работа, а так, вообще, снятся довольно редко мне в последнее время, просто из-за того, что встаю, и ларусь поздно, и просто врубаюсь, и либо мне не снится вообще ничего, либо просто с утра не помню, что мне снилось. Как-то вот так. Следующий вопрос от Владимира Олейника. Привет, Вадим. Первое. Нравится ли тебе матчи WWE? И если да, то кто твой самый любимый рестлер? Вот вопрос как раз таки прямо в точку. Вот это прикольно, потому что я только что рассказал про рестлинг, да, это такой вопрос. Да, и сразу на него отвечу. Да, естественно, нравится, хотя в последнее время тоже опять-таки практически перестал следить за рестлингом современным, да, и больше нравится рестлинг вот годов, наверное, двухтысячных, да, конца девяностых. То есть вот те мнитые бойцы там, такие как Sting, как Rey Mysterio, Гробовщик, кто там еще. Да много нас любимых бойцов, так, в принципе, сейчас всех и не назовешь. Ну, вот в те времена, когда вот я вот первый раз смотрел рестлинг, я учился в третьем классе школы, по-моему, то есть пятьдесят десять лет мне было, получается, да. Это был, получается, какой год? Днёс девятый, если не ошибаюсь. Вот, и тогда мой любимый бойц был Голберг. Вот, пожалуй, наверное, вот его и назову, да, мой любимый бойц, мой любимый рестлер, это Голберг. Ну, пока этот период, потом, в принципе, нравились еще другие рестлеры, но, тем не менее, Голберг, он такой, реально, машина или убийство ни одного проигранного боя, по крайней мере, на тот период, когда я смотрел рестлинг плотно. Ну, вот это на самом деле круто. Следующий вопрос. Как это относится к серии игр Metal Gear Solid? Будешь ли ты проходить Metal Gear 5, Phantom Pain или другие части? Я уже отвечал неоднократно по этому поводу, не играл ни в одну из игр, смотрел прохождение первой и второй части на канале одного человека, не буду называть имен, да, вот. В целом, отношение положительное, то есть, понимаю, что игра, на самом деле, легендарная, что она воспитала ни одно поколение геймеров, в нее проиграла, да, и, в принципе, заслуженная, очень хорошая игра, очень хорошая серия игр с глубоким таким сюжетом и своей какой-то особенной атмосферой, но, тем не менее, я как-то прошел мимо этой игры, то есть, в свое время как-то не играл в нее, играл в другие проекты, да, другие игры, и поэтому, ну, проходить Phantom Pain, начинать, то есть, пятой части серии как-то не хочется. Хотя тоже многие говорят, что, на самом деле, она не каноническая, что это вообще, в принципе, не 5, а V, то есть, да, английская буква V, вот, и, в принципе, как-то она не особо такая и сюжетная по отношению к другим частям, но, тем не менее, как-то я все равно считаю, что там нихрена не пойму, кто такой Solid Snake там и так далее, то есть, я просто вообще не знаю ничего из вселенной Metal Gear, поэтому как-то играть в пятую часть серии, я считаю, что не стоит, наверное, этого, лучше посмотреть у людей, которые реально прошли все части игры, которые знают гораздо больше о сервисе этой игры, чем смотреть похожие на моем канале, потому что я нихрена об этой игре не знаю, буду там тупить и втыкать, мне кажется, это будет неинтересно ни мне, ни вам, поэтому вообще не планирую. Третье. Последний вопрос. Нравится ли тебе сериал «Ходящие мертвецы», а также спин-офф к ним? Будьте с «Ходящим мертвецов». С наступающим Новым Годом! Желаю тебе денег, свободного времени, счастья и всего самого лучшего. Ну, наступающий Новый Год, ты доставил свой опрос 6 января, сейчас уже 28-е, как-то странно, но ладно, спасибо, тебе тоже с наступающим. Вот, по поводу третьего опроса я повторялся, что два опроса на подкаст, поэтому очень вкратце, «Ходящие мертвецы» нравится, спин-офф не смотрел. Все. Следующий опрос от Полины Носовой. Здравствуй, Вадим, хочу пожелать тебе здоровья, свободного времени, успехов, ну и чтобы хватало всего. Также у меня несколько опросов. Читал ли ты книги Анджея Садкопского про ведьмака, по мотивам которых сделали игры? А если нет, будешь ли ты их читать? И второй опрос, будут ли на канале видео с гитарой? Спасибо, удачи. Спасибо большое за пожелание, тебе тоже всего самого-самого наилучшего. По поводу книг уже спрашивали, отвечал уже, что нет, к сожалению, не читал. Очень бы хотел почитать, но пока нет свободного времени на это. Ну, когда нет, прочитаю обязательно. То есть, в принципе, в планах есть обязательно. Вот, по поводу видео с гитарой, нужно ли оно нам вообще? Не знаю, просто канал игровой тематики, как бы прохождение игр, а видео с гитарой – это как-то немножко другое. Да и что конкретно видеть вы хотите? То есть, просто какие-то мелодии на игры на гитаре, либо какие-то песни? Ну, напишите в комментариях, что вы хотите, и нужно ли вообще это нам, а там подумаем. Вообще не планировалось, как бы, не знаю, с каким-то, может быть, особым случаем. Вот, а так, вряд ли, вряд ли. Дальше пишет Дмитрий Сергеев. Привет, Вадим. У меня, собственно, такой вопрос. В этом месяце заблокировали официальный рут-трекер. До этого заблочили рутер и другие торрент-трекеры. Как по мне, это самая большая ошибка. Вспомним сухой закон в СССР. Тогда тоже пытались запретить, но только алкоголь. Что в итоге получили? Подполье. Причем даже не в этом проблема, а в качестве самого алкоголя. Сколько народа тогда погибло от севухи? Так вот, такой вопрос. Как ты думаешь, повторится все это только теперь с софтом? То есть, понятно, что будут появляться новые трекеры, причем пачками ежедневно. Но теперь вопрос о качестве раздачи. Мне кажется, что оно упадет, причем и значительно. Если у трекера можно было скачать что-нибудь без вируса, по большей части, то теперь, что не думаю, что так будет. Наоборот, будут подстать вирусы на таких трекерах. Честно говоря, большинство людей не связанных с IT, то есть не задумывающихся о безопасности в частоте компьютеры. Компы и так похожи на помойку. Всякие там мэйл-агенты и прочее. Но теперь еще хуже будет, мне кажется. То есть, теперь не просто на помойку будет похоже, а на выглебную яму. Честно говоря, я бы выбрал меньше из зол. Понятно, что от пиратства не избавиться. Оно будет всегда хотя... Но хотя бы не таким опасным, что ли. На родтрекере раздачи хотя бы проверялись реально на них словах. Раздачи на наличие вирусов и так далее. А на новых трекерах не думаю, что будут. Некоторые скажут, что уйдут на Linux, MacOS. Но блин, это же тоже не вариант. Вирусы есть везде. Даже на Linux и MacOS. Вот только теперь вопрос так, как быстро для этих систем напишут кучу Windows-подобных вирусов. Почему я пишу про вирусы? Просто это самый простой способ проникнуть на кому жертвы и понимпулировать им, как тебе хочется. А торрент-трекеры самый доступный способ в данном контексте. Тем более, если трекер мелкий и неизвестный. Ну что же, Дмитрий Сергеев, как обычно, к подкастам вопросы такие очень глобальные. С рассуждениями там и с примерами различными. И это на самом деле круто. Я просто в целом очень интересный. То есть я тоже об этом думал. На днях как раз читал новости, что Роскомнадзор заблокировал навечно Роутрекер. А Роутрекер при этом заблокировал Скомнадзора и прообладателей. В принципе, они сделали абсолютно правильно. Я могу сказать, что я могу зайти на Роутрекер прямо сейчас во время записи подкаста. У меня стоит труда. То есть все это обходится. Любые блокировки Роскомнадзора обходятся буквально в два клика. Не знать, как обходить. Не буду еще этого как раз делать. Потому что за это на Ютубе могут кинуть копирайт-страйк. Ну не прообладателей, а типа пиратства, короче. То есть об этом... Такие темы лучше не рассказывать. Как взломать или обойти какую-то защиту. Поэтому гуглите сами и ищите, как это обходится. Но тем не менее, такие блокировки обходятся буквально в два клика. Ничего страшного в этом нету. Но, конечно, многие все равно не смогут зайти. И в итоге Роутрекер потеряет, естественно, часть своей аудитории. Притом, часть значительная, мне кажется. Потому что многим просто будет лень. Какие-то обходные пути искать и так далее. А многие просто даже не одумаются до этого, в принципе. Будут сидеть на других трекерах, которые реально будут гораздо хуже. Тут я стал полностью согласен. Роутрекер очень хороший тронтрекер был и остается. И там реально раздачи проверялись на наличие вирусов. Они реально проверялись модераторами на наличие того, что собственно раздается. То есть тем, что написано, то должно внутри быть раздача, а не какой-то другой левый хлам. Также они были все правильно и грамотно оформлены. Благодаря помощи модераторов опять-таки. То есть там везде были картинки, везде было описание. Там ввели какие-то софты, название версии софта и прочее. И реально было удобно. То есть в одном сайте практически можно было найти все что угодно. Что тебе нужно. Программа, фильм, музыка, все что хочешь. Теперь же реально как-то придется поплатить побольше в поиске всего этого. Но с другой стороны, Роутрекер на самом деле был очень всегда лояльен к прообладателям. То есть он давал доступ к прообладателю, скажем так, к такому специальному аккаунту, который позволял раздаче блочить. Если допустим, скажем, ну какой-нибудь пример. Пойдем, допустим, прообладатель Electronic Arts. Да, у него выложили раздачу на Роутрекере Battlefield 3 или Battlefield 4. Он заходит, нажимает там типа удалить, и в итоге раздача блокируется из-за нарушения авторских прав. То есть Роутрекер всегда как-то старался идти на компромисс с прообладателями. И там, где реально авторские права были ущемлены, прообладатели это видели, можно было спокойно прообладачу заблокировать. Но Роутрекерский надзор все равно посчитал, что типа Роутрекер это пиратство и Роутрекер это плохо, и заблокировал его для жителей России. Ответ на это Роутрекер заблокировал доступ к аккаунтам прообладателей. То есть теперь все аккаунты прообладателей стали аккаунтами автоматически, простыми пользовательскими, без всяких привилегий, без права блокировки раздач. То есть теперь на Роутрекере, если сможете найти обход защиты Роскомнадзора от этой блокировки, да, и войти на него все-таки, раздач будет еще больше. Поэтому, в принципе, просто пользуйтесь проверенными сайтами и не качайте из Google. То есть, допустим, когда будешь в Google скачать такую вот игру, допустим, да, и там выводятся ссылки, в основном первые ссылки, первые 10 ссылок, они практически все с вирусами. То есть какие-то там левые совершенно непонятные адреса сайтов, там названия какие-то длинные, там, мудреные, там, типа, допустим, там, torrentsgames.org.extreme.pro.ua, например, что-нибудь такое, да, то есть, ну, какое-то странное название сайта, никто о нем никогда не слышал, вот тут вдруг появляется раздача какой-то свежей игры, в итоге ты скачиваешь и получаешь вирус. То есть, в принципе, просто включайте голову, и тогда все будет в порядке, если вы будете спориться с проверенными хорошими сайтами, которые существуют не первый год, и скачивать не все подряд, а только то, что вам нужно, и то, что реально похоже на правду, а не просто, блин, какой-то шлак с красивой оберткой, то я думаю, что вирус его не подцепится, то есть все зависит от себя, от пользователя. Так, в принципе, Дмитрием согласен, конечно, что чем больше блокировать будут хорошие сайты, тем больше будут появляться плохих сайтов. Это, естественно, и тем больше будут вирусов, хреновых торрентов, хреновых раздач и так далее и тому подобное. Это, в принципе, я полностью согласен, но, тем не менее, блокировка, она же не ударяет полностью сайт. Сайт остается, просто на него не зайти из-под IP российского. Меняйте IP и заходите спокойно, и все в порядке, поэтому просто ищите обходные пути, и будет вам счастье. Как тут, наверное, вот так вот отвечу на этот вопрос. Дальше пишет Олег Степченко. Здравствуй, Валдай, у меня два опроса. Первое. По-моему, под Калининградом, смотрел в программе военная приемка, находится новейшая РЛС, размером с девятиэтажку. Но не она нам надо, а используемые в ней провода, в которых любая информация переносится скорость света и при том не перегревается. И в этой же программе говорили, что данные провода скоро будут использованы в обычных ПК. Что ты думаешь по этому поводу? Как по мне, это сделают компьютеры намного компактнее из-за убора оттуда системы охлаждения. Про цену его забудем. И второе. Как ты относишься к игре Arma 3? Собираешь ли проходить хотя бы на возможных стримах? Извини за три вопроса, пожалуйста. Спасибо за ответы, как ты... Так как ты обычно упоротый и уставший, в доску желаю побольше сна и отдыха. Спокойной ночи. Спасибо тебе тоже, спокойной ночи. Но начнем с конца. По поводу Arma 3 отношения нейтральные, то есть не планируя. Не знаю, как-то не собираюсь. Наверное, нет. По поводу новых технологий, то, что ты написал, в принципе, да, об этом тоже слышал. И почему бы и нет? Технологии не стоят на месте, развиваются каждый день стремительным темпом. Просто каким-то нереальным, как снежный ком, когда запускаешь с горы, маленький комочек снега, а он в итоге приезжается в гигантский ком, который все больше и больше набирает и объем, и скорость. И тут то же самое на самом прогресс технический. Он реально шагает всеми мильными шагами по планете каждый божий день. Придумываются все новые и новые технологии. И, допустим, только сегодня прочитал про то, что, по-моему, в Америке ученые изобрели новый тип аккумуляторов, которые значительно мощнее и круче держат заряд батарейки в смартфоне, нежели текущие аккумуляторы. То есть то же самое. Сейчас мы, допустим, смартфон заряжаем каждый день или не каждые два дня, а то мы будем заряжать буквально раз в две недели, например. То есть почему бы и нет? И то же самое, что касаемо процессоров, проводов, системы охлаждения и всего прочего. Все это прогрессирует, все это не стоит на месте и технологии меняются. Поэтому что могу сказать по этому поводу? Я этому только очень рад, потому что это здорово. С каждым годом, допустим, смотрите, допустим, на игры. Выходят все качественные и качественные игры в плане графики. То есть вспомните игры, допустим, начала 90-х, какие они были в плане графики. И вспомните игры, которые выходят сейчас. Например, Tomb Raider, который вышел буквально сегодня на ПК. Сравните качество графики этих двух игр и посмотрите. Вроде какие-то там, скажем, 20 лет прошло, да? А какая разница? Просто колоссальная. То же самое. Возьмите два телефона, допустим, iPhone 6s Plus, например, да? И 20 лет над какой-нибудь там старый городской телефон барабанный, да? И посмотрите, какая разница в технологиях. И то же самое с компьютерами. Смотрите, как вы сравните первый компьютер, первый EVM, который был размером целое здание, и какой-нибудь современный маленький планшет, который мощнее EVM в миллион раз. Так что, в принципе, естественно, технологии все время двигаются вперед. Кабаратура железо-компьютерная улучшается. Как-то все лучше и лучше. То есть больше ядер в процессорах. Там лучше, быстрее передача данных. USB 3.0, USB 2.0 и так далее. То есть все это с каждым годом улучшается. И поэтому... Еще по этому поводу можно сказать. Я этому только рад. По поводу цен. Ну, на любые новые комплектующие цены сначала заоблачные, а потом со временем падают. Поэтому просто нужно подождать, и не хватать на старте продаж сразу же нового железа. Вот и все. Так, следующий вопрос. Дмитрий Щерток пишет. Привет, Валдай. Попробуй поиграть с вебкой. Думаю, будет круто. И еще, если будет свободное время, пройди для канала игру Life is Strange. Спасибо за внимание. Life is Strange тоже говорил уже неоднократно, что пройду, как только будет время и желание. То есть она в планах есть. По поводу вебки у меня просто ее нету, и покупать как бы смысла не вижу. Потому что она, тоже уже неоднократно говорил, убивает всю атмосферу. То есть реально... Человек, смотрящий видео с вебкой, откликается на вебку. Он всеми смоет на реакцию лестплеерщика, на его гримасы какие-то и так далее. Я, во-первых, не люблю клоунчить, то есть там строить какие-то рожи, как некоторые... Не буду называть имен, некоторые люди на ютубе, скажем так, которые снимают прохождение с вебками. Они всячески там кривляются, прикалываются и так далее. Ну, флаг им в руки. Я лучше пройду это без вебки, а то вы посмотрите полностью, погрузите в атмосферу прохождения. То есть полностью не будете отвлекаться на меня в углу экрана, не будете отвлекаться на мои гримасы, а будете смотреть именно на происходящее на экране и погружаться больше глубоко в сюжет происходящего. Это, я считаю, как-то более правильно. Поэтому вебки на канале не планируются в ближайшее время. Точно в дальнейшем посмотрим. Ну, вряд ли. Очень вряд ли. Ну и последний вопрос. Сейчас обновлю страницу, проверю точно ли он последний. Да, он последний. От Владимира Потапова. Привет, Валда. Я с очередным тебя месяцем существования на YouTube. Уже признашу вместе с тобой фразу. Пишу подкаст, как всегда. Упора, ты уставший. У меня всего один вопрос. Сейчас во всю совершенствует антипиратскую защиту Денуа. Интересно лучше твое мнение по этому поводу. Будут ли дальше совершенствоваться эта защита, или все же хакеры возьмут верх. Спасибо за ответ. Хорошего спокойного отдыха тебе. Спасибо большое за пожелание. Тебе тоже всего самого-самого. Тоже отдыхай. По поводу Денуа. Да, слышал, естественно. В принципе, я на самом деле к этому положительно. Потому что считаю, что любой труд, в том числе и разработчик игр, должен быть оплачен. То есть разработчики корпят над играми там. Допустим, блин, найти бы эту картинку. Может быть, даже после-таки поищу ее после подкаста, после съемки. И скину ВКонтакте в группу. Вы, может, увидите. Если не забуду. Если найду, конечно. Или сами поищите. Там глава CD Projekt Red. Типа после выхода Ведьмак 1, Ведьмак 2 и Ведьмак 3. Просто на виде. Так словами не пишешь. То есть, Ведьмак 1, там, вполне себе такой нормальный, адекватный человек, отдохнувший. Ведьмак 2, он такой, ну, уже видно. Глаза потускнели. Там такая усталость. Мешки под глазами и так далее. Ведьмак 3. Это вообще, знаете, это... Если посмотреть на картинку с первого Ведьмака, на его портрет, да, и на картинку с третьего Ведьмака, это просто два разных человека. То есть, изрошенные волосы, глубокие мешки под глазами, морщины, седина и так далее. То есть, ну, типа, вот что делают игры с разработчиками. То есть, на самом деле, это далеко не так легко, как вам кажется со стороны, да, это реально тяжелый труд разрабатывать игры. И поэтому труд должен быть оплачен. А пираты, которые пиратят игры и скачивают их на халяву, от игры лишают разработчика прибыли, соответственно. Да, и в итоге что мы получаем? Либо какие-то free-to-play проекты, которые используют другую систему на живую. То есть, создаются бесплатно, а в итоге потом продают донат. То есть, в принципе, ну, реально это не есть хорошо, да. Либо какие-то убогие проекты, потому что на дорогие и качественные проекты у разработчиков просто не хватает сил и денег. Потому что, ну, наверное, не выгодно никому, да, делать хорошую игру, которую в итоге потом все скачают на халяву, да. То есть, игры это довольно дорогостоящий продукт, но в некоторые игры вкладываются сотни миллионов долларов, да, а потом в итоге они просто себя не окупают. Так что, в принципе, чем круче будет защита, тем, я считаю, лучше, тем больше будет шансов того, что мы будем видеть именно качественные и именно хорошие игры. Потому что разработчики будут получать прибыль, то есть, их игры будут окупаться, да, соответственно, как бы, ну вот, и в этом плане, я думаю, всем будет только лучше. Ну, единственное, что стоит оговориться, конечно, про нынешних ценах на игры, про нынешние курсы валют, это просто какая-то жесть. То есть, раньше можно было на пять тысяч купить, допустим, там, не знаю, двадцать игр, а сейчас, в принципе, две. Ну, вот и посмотрите сами, да, насколько раз игры подорожали в среднем. И это, конечно, ужасно. Поэтому вот тут разработчикам все-таки хочется пожелать немного относиться более ответственно, потому что последние проекты, значит, они либо выходят вообще в каком-то раннем доступе, да, то есть вообще какой-то недопиленный кусок непонятно чего, который к релизу вообще очень сильно изменится, если вообще будет в релизе. То есть, допустим, Days of Endalone возьмем, например, да, этой игре уже пошел третий год, если не ошибаюсь, да, она по-прежнему находится в стадии, по-моему, уже альфа, по-моему, уже бета, но тем не менее, игра до сих пор не вышла, до сих пор не релизнулась. При том, что она стоила на самом старте тысячу рублей, сейчас она стоит полторы тысячи рублей, продалась она просто бешеным тиражом. Разработчики обещали нам кучу всего, вертолеты, там, крафты, охоты, там, и выживание, и все что угодно. И где это все? Наверное, на дорогой яхте Динахола, то есть разработчика главного игры, да, создателя, который, в принципе, студию покинул, разработав свои миллионы. Вот, поэтому все-таки разработчикам тоже нужно быть немножко честнее с игроками, либо выпускать хороший, качественный продукт, пускай он будет дорогой и хорошо защищенный, но при этом чтобы мы знали, что мы платим деньги, чтобы мы в итоге не зачаровывались, либо выпускать продукт без всякой защиты, чтобы он можно было спиратить, и хотя бы проявить рабоспособность, потому что, к сожалению, тенденция очень такая, сейчас последнее место стоит устойчивое, что последние игры, которые выходят в свет, они выходят недопиленные, то есть поджимают сроки релиза, настаивают там, как называют, не проплодатели, а как издатели, типа, да, быстрее упустить игру, там, в намеченный срок, там, маркетологи, и так далее, в итоге разработчики торопятся и выпускают забагованные игры, потом перед патчей еще патчи, фиксы, дополнения, исправления, и допилят некоторые игры чуть ли не по полгода. А это нехорошо. То есть, делайте качественный продукт сразу на старте, да, чтобы изначально с выхода, с первого дня он был играбельный, был хороший, без единого бага, от полирования до блеска, и законченный полностью, без всяких там этих ранних доступов, и тогда, пожалуйста, пускай он будет стоить дорого, и пускай он будет офигенно защищенный, но я буду готов его покупать. То есть, вот такое у меня мнение по этому поводу, в принципе, то есть защита, конечно, это хорошо, но если разработчик относится к этому серьезно в плане своего продукта, то есть он делает реально качественный, хороший продукт, за который потом ему не будет стыдно. Вот, так что вот так вот. Ну, на этой ноте, пожалуй, вопросы ваши закончились на сегодняшний подкаст. Напомню, что оставить их можно на нашем сайте, а также, собственно, в группе ВКонтакте, в специальной для этого созданной теме, которая называется «Вопросы для подкаста». Ну и в конце по традиции я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто смотрел этот ролик, а также спасибо всем тем, кто подписан и смотрит мой канал, также стоит в группе ВКонтакте, на то, что, в принципе, его есть, на то, что вы комментируете, на то, что вы смотрите, и за все то, что, собственно, вы каждый день для канала и для группы делаете. Ну и отдельное, конечно, спасибо это моей команде, команде EpicType, то есть Дмитрию Голанову, нашему администратору, Григорию Хатламоджияну, главному по музыке, да, Сергею Белавину, нашему бессменному модератору и, естественно, Дмитрию Сергееву, разработчику и администратору сайта. Вам, ребят, реально отдельное спасибо, отдельный респект на то, что помогаете мне каждый день справляться со всем тем потоком информации, поступающим от зрителей и просто как-то поддерживать все это на плаву уже на протяжении получается третьего года. Так что вот так вот. Ну, в общем, на этом, пожалуй, все. Будем потихонечку разогреляться. До встречи в новых и текущих видео на канале EpicType. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии, пишите по этому поводу мнения свои, что вы думаете по поводу этого подкаста, а также по поводу тем, которые мы озвучили. И, конечно же, пишите вопросы на следующий подкаст. Для вас играла комментировавалда, это был очередной подкаст на EpicType. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok